День шахтера День шахтера В минувшее воскресенье на площади Горняков трудящиеся со всего Норильска отпраздновали День шахтера. В рамках мероприятия Горняков порадовала своим выступлением заслуженная артистка России Пелагея. Подробнее о том, как прошел главный праздник города, расскажет наш корреспондент. Горняков Норильска! В рудной столице России отметили День шахтера. Как и всегда, главный праздник города получился с войским. Трудящиеся горной промышленности приходили со своими семьями, показывая близким, как вознаграждается тяжелый труд. В такие моменты хочется поделиться деталями своей профессии. Потому, помимо увеселительных мероприятий, каждый год организаторы устраивают конкурсы и выставки, посвященные тонкостям работы горняков. В этот раз особое внимание притянула к себе выставка минералов. Каждый желающий мог примерить на себя тяжелую форму шахтера и прикоснуться к геологическим изысканиям. Здесь у нас представлены рудные полезные ископаемые, нерудные полезные ископаемые и другие поделочные камни и минералы. Люди запоминают их. Какие-то геологи уже прекрасно знают и могут различить их самостоятельно, им не нужно ничего рассказывать. Затем мы убираем все с поля, а они заставляют по памяти. Можно получить сувенирную продукцию от администрации за правильные ответы. День шахтера сложно отделить от жизни норильчан. Он давно стал чем-то большим, чем днем, посвященным работникам горной промышленности. Каждый год праздник объединяет людей тяжелых, но необходимых профессий. К примеру, полюбившийся детям показ спецтехники предоставляется усилиями пожарных и горно-спасательных структур. У профессии же родину защищать спецтехники на выставке не было. Члены боевого братства удивляли гостей площади горняков военным снаряжением. В разговоре с членом боевого братства Андреем Басенко выяснилось, что помимо службы Андрей посвятил свою жизнь работе горным мастером. Это семейное, признался он. У меня отец, шахтер, имел более 30 лет подземного стажа. Он шахтер угольной промышленности. Мы рудари. Также у меня дядя, его брат родной, младший, тоже рударик, как пришел с армии, погрузился. И также имеет три степени шахтерской славы, имел в Советском Союзе. Так или иначе, горная промышленность коснулась каждой норильской семьи. Даже заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству Андрей Добровольский, зачитавший речь со сцены, когда-то был проходчиком. Потому можно не сомневаться, все поздравления были искренними. От всей души поздравляю вас с праздника. Желаю вам крепкого здоровья, крепкой крови и мирного неба. С праздником! Изюминкой мероприятия по традиции стало выступление именитого артиста. В этом году эту роль на себя взяла заслуженная артистка России Пелагея. Выступление певицы не ограничилось музыкальным репертуаром. Обращения от солистки к горнякам долго будут показывать тем, кто пропустил праздник. Дорогие друзья, шахтеры наши, горняки, я поздравляю вас с Днем Шахтера, с профессиональным праздником. Пусть ваш тяжелый труд всегда будет цениться так высоко, как он должен. И мы вас очень любим. Всего вам самого доброго, тепла, здоровья вам и вашим близким. День Шахтера – ключевая дата для норильчан. И одним днём её влияние не ограничивается. В преддверии праздника руководство города и Нурникеля возложили цветы к памятнику горнякам, а в спортхолле «Айка» вручили награды лучшим представителям профессии. Подготовка к мероприятию такого уровня – дорогостоящая и трудозатратная. Но важно дать понять людям, держащим на себе несколько процентов ВВП страны, что их ценят. Никита Храпачёв, Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Александр Вуори. Итоги недели. Самый отдалённый район Норильска-Снежногорск отметил 60-летие. Глава города Дмитрий Карасёв поздравил жителей с праздником и проконтролировал ход строительно-монтажных работ на объектах территории. На торжественной церемонии в честь юбилея района глава города вручил начальнику Снежногорского территориального управления администрации Норильска Николаю Рябову памятный адрес. Также преподнёс снежногорцам муниципальные и краевые награды. Подарком для снежногорцев стала большая концертная программа. На сцене выступил ансамбль народного танца «Аганэр» и местные творческие коллективы. У посёлка действительно героическое прошлое. Но я уверен, что у него будет и яркое будущее. И мы приложим максимально усилие для того, чтобы оно действительно было. Потому что всё то, о чём мы с вами говорили на встречах, мы обязательно реализуем. Мы обязательно будем создавать здесь комфортные условия для жизни и труда. Я уверен, что жители посёлка заслуживают этого. Также во время рабочей поездки в отдельный район Дмитрий Карасёв проверил, как идёт монтаж навесного фасада одного из корпусов школы номер 24 и благоустройство парка «Маяк». Там уже выполнили монтаж тротуарных дорожек, установили качели и скамейки, разбили газоны и клумбы. К середине сентября обещают закончить устройство гравийных пешеходных тропинок и установить парковые фонари. Глава Норильска выразил уверенность, что все работы будут завершены в срок. Анастасия Орлова. Итоги недели. Зайцы снова пойманы. За пару часов работы контролёров на 22 маршруте были оформлены протоколы на 12 человек, не оплативших проезд. Вот уже полгода в Норильске проходят рейды по выявлению безбилетников в автобусах. Насколько эффективны регулярные проверки оплаты проезда и как прошёл очередной рейд, узнаем в сюжете далее. Пожалуйста, безбилетные пассажиры. Вот. И у вас оплата. Нет? Нет. У вас тоже нет чека? Нет. Сознательность норильчан растёт в ходе каждой проверки. Составление протоколов и предусмотренные штрафы, хоть и небольшие, но сделали своё дело. Напомним, проверки проводятся еженедельно контролёрами из Норильского транспорта. Нередко к ним подключаются чиновники администрации и сотрудники правоохранительных органов. На этот раз в ходе проверки безбилетников были выявлены и пассажиры, попытавшиеся оплатить поездку чужим социальным проездным. В последнее время контролёры особо внимательны к льготным документам и потому просят показать и оборотную сторону карты с фотографией. Карта ваша? Покажите, пожалуйста. Это ваша. Задача контролёров по-прежнему состоит в том, чтобы приучить горожан вовремя оплачивать проезд сразу при входе в автобус, не дожидаясь окончания своей поездки. От ответственности пассажиров зависит качество транспортных услуг. Каждый из нас хочет, наверное, чтобы в нашем городе было лучше, комфортнее. И мы должны оплачивать услуги. Тогда сфера услуг, в том числе, к которой относится и транспорт, как социально значимая услуга, которая находится в зоне ответственности администрации города, транспортное обслуживание населения, будет только улучшаться. Это же и закупка нового подвижного состава, это и заработная плата сотрудников предприятия, это и топливо, которое, как вы видите, постоянно у нас дорожает. Затраты растут, логистика непростая в нашем городе, в том числе поступление запасных частей на территорию транспортного предприятия. Все это зависит от добросовестного отношения к своему обязанности по оплате проезда. Власти просят, требуют, принуждают пассажиров исполнять свой долг и платить за полученную услугу. В свою очередь и горожане предъявляют претензии власти. Нарильчане жалуются на неудобства, связанные с входом и выходом из автобусов через передние двери. Представители администрации отвечают, что это вынужденная мера, от которой откажутся, как только люди привыкнут оплачивать проезд сразу при входе. Сейчас же двери закрыты из-за зайцев, которые пытаются через них улизнуть. Надежда Балдакова, Юлия Прибытко, Александр Вори. Итоги недели. Работа по возобновлению функционирования горнолыжного комплекса на горе отдельной продолжается. К этому моменту территория вблизи склона зачищена от несанкционированных построек. Работа горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Толнахе приостановлена с января 2021 года после схода лавины. Тогда погибло три человека, которые находились в домике неподалеку от склона. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, началась работа по очистке территории от несанкционированных построек, которые строились вплотную к склону и нарушали нормы безопасности. Горнолыжный комплекс в городе должен быть, но для того, чтобы он работал функционально, безопасно, необходимо было провести определенную работу. Вот на протяжении нескольких лет здесь проводится работа по очистке лавиноопасной зоны. Проведена была большая работа и с собственниками здесь движимых объектов. Кто-то самостоятельно перенес свои объекты на новое место, кто-то через решение суда. К этому моменту из лавиноопасной зоны осталось убрать всего несколько построек. Их переместят к сентябрю. Чтобы горнолыжный комплекс вновь открыл двери для любителей зимних видов спорта, необходимо обеспечить безопасность на всей территории горы отдельной. Осенью текущего года планируется поиск потенциальных инвесторов, которые смогут создать полноценный горнолыжный комплекс со всеми необходимыми условиями, безопасным спуском и подъемом для горнолыжников в системой мониторинга лавиноопасности. Надежда Балдакова, Юлия Прибытко. Итоги недели. В Норильске снесли пятую и последнюю трубу, закрытого в 2016 году, никелевого завода. От предприятия, заставшего Великую Отечественную войну, скоро не останется и следа. Наш корреспондент узнал, что ожидает территорию никелевого в ближайшие годы. На территории никелевого завода демонтировали все пять труб. Последней упала 180-метровая металлическая труба, предназначенная для эвакуации технологических газов обжигового цеха. В июне 2016 года журналисты показали Норильчанам последнюю плавку на никелевом заводе. Сегодня мы показываем снос последней трубы на территории некогда великого предприятия. Демонтируют подобные строения методом взрыва, так безопаснее и быстрее. Из-за особенности конструкции к подрыву металлической трубы пришлось искать особый подход. Без специальных укрытий взрывная волна достигла бы расстояния в полтора километра. К сожалению, конструкцию металлической не позволяла выполнить это традиционными способами, как мы делаем шпуровыми зарядами на остальных трубах. Здесь мы использовали накладные заряды с обеспечением защиты от взрывной волны. В ближайшие месяцы трубу разберут и переработают. Под слоганом переработки проходит вся процедура демонтажа бывшего завода. Новую жизнь дают даже бетону. Его дробят на щебень, которым в будущем и засыплют пустоты территории никелевого. После засыпки и уборки мусора на площади в 200 гектаров проведут техническую рекультивацию. Труба полностью металлическая, сделана по принципу труба в трубе. Металл будет порезан, очищен от мусора и сдан металлом. После закрытия производства уже демонтировано более 150 зданий. Это не только экономическое, но и экологическое решение. Причиной сноса никелевого завода послужило невозможность снизить на устаревшем предприятии объемные выбросы диоксида серы. Так у Нурникеля и появилась программа экологической модернизации производства. Спустя 8 лет закрытия от завода город стал зеленеть. Никита Храпачев. Итоги недели. В продолжении темы. Наш корреспондент опросил экспертов и узнал, как изменилась экологическая обстановка в городе за годы, прошедшие с момента закрытия никелевого завода. Никелевый завод долгое время был ведущим источником загрязнения атмосферы Норильска. Выбросы предприятия занимали долю в 30% от всех выбросов НПР. Производство устарело, а модернизировать его было невозможно. По этим причинам завод и закрыли. Та нагрузка, которую он давал ежегодно, это почти 380 тысяч тонн диоксида серы на селептивную зону города Норильска, но как раз и не было заложено при проектировании, потому что на то время нормы и стандарты проектирования учитывали розу ветров, вот это вот рассеивание загрязняющих веществ. Розой ветров называют график ветрового поведения в определенном месте на основе многолетних наблюдений. Строили завод в 40-х годах, торопясь поставить никель до фронта и не задумываясь об экологии. Никелевый закрыли в 2016 году, но уже сейчас последствия этого решения сложно не заметить. Так как одним общественным мнением в подобных вопросах ограничиваться нельзя, мы обратились за комментариями к экспертам и узнали, как изменилась экологическая обстановка в Норильске за последние 8 лет. Не только наши ученые, но и все, кто сюда приезжает работать, ученые из разных учреждений, из разных городов, они то же самое. Говорят, смотрите, мы обратили внимание, зелень пышнее, она сочнее, она даже насыщеннее, даже цвет какой-то ярче стал. То есть, ну, действительно, обстановка экологическая внутри города оздоравливается. В Норильске зелени стало больше. Это можно проследить по кустарниковой иве. В последние годы она появляется там, где раньше не росла. Экология в промышленных городах всегда зависит от приоритетов. Главное, что в Норильске за последние 8 лет жить стало безопаснее. Прогнозы экологи дали исключительно оптимистичные. Ведь на закрытии никелевого завода планы норникеля по улучшению экологической обстановки не заканчиваются. Никита Храпачев, Николай Букало. Итоги недели. Государственная экспертиза одобрила проект самой глубокой шахты норникеля. Ожидается, что запуск шахты «Глубокая» на руднике «Скалистый» приведет к увеличению общей производительности рудной базы Норильского дивизиона до 28 миллионов тонн в год к 2030 году. 1928 метров. Одна из отметок самой глубокой шахты в Евразии. И это не предел. Стволы шахты «Глубокая» на руднике «Скалистом» уходят на глубину 2056 метров. Сам рудник состоит из двух шахт – верхней и шахты второго этапа развития, она же шахта «Глубокая». Ее уникальность еще и в высококачественной богатой руде с содержанием никеля, меди и металлов платиновой группы. Данная шахта позволяет нам увеличить производительность рудника «Скалисты» на 30% уже в 2028-30 году. В 2028 году у нас планируется ввод треть отпускового первого этапа шахты «Глубокая», что позволит нам обеспечить добычу на следующие 10 лет высококачественной богатой руды с максимальной производительностью до 2 миллионов 2000 тонн с именно шахты «Глубокая». А суммарная производительность рудника «Скалисты» достигнет за 30-м годом почти 4,5 миллиона тонн в год. При создании самого глубокого рудника в Евразии команда столкнулась с рядом сложных задач. Нужно было разработать способы добычи руды на большой глубине, обеспечить проветривание и охлаждение рабочих зон и также создать инфраструктуру для автоматизации производства. Команда проекта успешно справилась с этими задачами, подготовила все необходимые документы и материалы, что позволило получить одобрение на реализацию. С проверкой прибыл и руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Вот это бетон, это со стороны Кисенбала, а это вот Канекс подошел. То есть подошли вообще без отклонений, то есть ноль в ноль. Возможность начать добычу уникальных, богатых никелем и медиуполезных ископаемых имеет большое значение для экономики региона и страны в целом. Эти металлы востребованы на мировом рынке, и добыча их позволит не только укрепить позиции Норникеля, но и внести вклад в развитие отечественной промышленности. Анастасия Орлова, Николай Букава. Итоги недели. Бурая медведица Даша покинула Норильск и теперь будет жить в парке «Дикий остров» в Тверской области. Переезд медведицы прошел в несколько этапов и обошелся градообразующему предприятию почти в 12 миллионов рублей. Подробнее о переезде хищницы расскажем в сюжете далее. Переезд медведицы 300-килограммовой Даши, которая родилась и жила в вольере на Вальке с 2000 года, превратился в комплексную операцию. Медведицу тщательно подготовили к путешествию, планово обследовали, поставили необходимые прививки и получили разрешение на ее переезд в другой регион. В день вылета Даши вели снотворное. Спилили часть вольера, чтобы переместить хищницу в специальный транспортировочный бокс. Затем отвезли на грузовой машине в аэропорт и отправили на самолете в сопровождении ветеринаров в Тверскую область. Для реализации всех этих мероприятий, которые мы уже начали, было выделено финансирование за счет бюджета заполярного филиала на общую сумму 11 миллионов 700 тысяч рублей. Для транспортировки медведя, для организации строительства вольера там на месте, для ящика транспортировочного, который нам был доставлен на прошлой неделе. И дальнейшего содержания ее там, но в условиях также ветеринарное сопровождение специалистов у нас. Новый дом на рельчанке Даши Вальковской – парк «Дикий остров». Это территория в несколько сотен гектаров, предназначенная для реабилитации травмированных животных и животных, которые по тем или иным причинам не готовы к жизни в дикой природе. У Даши будет просторный вольер с бассейном и кипер. Специалист, занимающийся уходом за ней. В Диком острове Дашенька будет первой жительницей. В скором времени ее соседями станут другие животные – хищники и парнокопытные. Специалисты будут следить за Дашей, чтобы ее жизнь в парке была комфортной. Действительно, мы уже сюда приезжали в июне на вакцинацию перед переездом, потому что это обязательное требование. Поверхностно ее осматривали, визуально она абсолютно упитанная, здоровая, но ей еще после переезда предстоит комплекс обследований, включая УЗИ, анализы крови, кардиологию, то есть от и до. Сейчас Дашеньке 24 года, по человеческим меркам примерно 40. У нее есть все шансы стать долгожительницей, ведь при должном уходе бурые медведи доживают до 50 лет. Ветеринары отмечают, несмотря на то, что всю жизнь Даша прожила в вольере, это не отразилось на ее здоровье. Ежегодно компания «Норильский никель» выделяла на содержание медведицы порядка 3,5 миллионов рублей. В ближайшее время мы покажем, как живет Даша на новом месте в Диком парке. Оставайтесь с нами. Ангелина Филиппова, итоги недели. Занятия спортом на свежем воздухе стали еще доступнее. В Норильске на Комсомольской 7 открылась новая воркаут-площадка. Ее обустроили в рамках проекта благотворительной программы «Мир новых возможностей» при поддержке Норникеля. Новая спортивная площадка оборудована турниками, брусьями, рукоходами и шведской стенкой. Теперь приобщиться к занятиям спортом на свежем воздухе вблизи от дома смогут все желающие. Йонные гости мероприятия сразу же решили опробовать новое оборудование. Благодаря специальному нескользящему и упругому покрытию на площадке можно упражняться и выполнение различных трюков, развивать мышечную силу и гибкость. Новое уличное спортивное пространство создано в рамках проекта «Воркаут. Энергия севера», ставшего победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы Норникеля «Мир новых возможностей». Организатором выступило общественное объединение «Хоккей детям». Его участники на протяжении нескольких лет реализуют социальные проекты для развития как зимних, так и летних видов спорта именно на дворовой территории. В этом году мы запускаем еще одно пространство, которое позволит не только юным хоккеистам и футболистам быть счастливыми в этом дворе, но в том числе ребятам старше, которым интересно мышцы нарастить где-то, малышне, которые очень интересно тут лазить, ну и, разумеется, нашим любимым женщинам, мамам, бабушкам, которые могут посидеть в наших уютных лавочках и посмотреть, как эти замечательные дети тут вот радуются. Важно отметить, что появлению новой благоустроенной спортивной площадки поспособствовали местные жители. Любой проект – это всегда не просто инициатива, а это еще и поддержка жителей. Для актуальности той или иной насущной проблемы всегда мониторится мнение жителей. Так вот, появление этой площадки еще стало возможно благодаря тому, что близлежащие дома к данной площадке полностью выразили не просто свое согласие, а в потребности и необходимости спортивной площадки. По проекту «Воркаут. Энергия Севера» также благоустроена прилегающая к спортивной площадке территория. Установлена новая беседка, лавочки, урны. Хотелось бы побольше таких площадок, чтобы дети в нашем городе побольше физкультурой занимались, наверное, они по диванам валялись и по телефонам. После торжественного открытия площадки для участников мероприятия организовали благотворительную ярмарку «Подарошная». Свечи, шоколад, игрушки, пряники, украшения, парфюм и многое другое. Вырученные средства направят подопечным фонда «69-я параллель». Ангелина Филипова, Евгений Журнов. Итоги недели. Вот и кончилось жаркое южное лето. 330 счастливых и отдохнувших ребятишек вернулись в Норильск из детского лагеря ВИТО. 41 день ребятня принимала солнечные ванны и наслаждалась купанием в Черном море. Школьники, соскучившиеся по родителям, зарядились энергией перед началом учебного года и привезли с собой массу ярких впечатлений. «Ты мой хороший». И таких объятий сегодня сотни. Ещё вчера ребята были в солнечной Анапе, а сегодня их встречает пасмурный Норильск. Но такие мелочи, как плохая погода, отходят на второй план. Ведь спустя полтора месяца разлуки они встретились с родителями. «Я так соскучиваю, как». Распорядок дня, правильное питание, но при этом море, разнообразные игры, тематические занятия. Ребята приехали счастливыми. Конечно, по родителям скучали все. Но признаются, уезжать совсем не хотелось. В лагере классно. Там еда вкусная, представления тоже хорошие, дискотеки. Мне очень понравилось, это был самый новый корпус. Там и свежий стол, и бассейн, и море. И там очень круто, хорошо. Я нашла сразу же друзей. Там отряды все дружные, спокойные, вожатые, очень хорошие. Что половина отряда плакала, когда мы уезжали. Понравилась очень дискотеки. Там мероприятия. На дискотеках были крутые треки, медляки. Во вторую смену на Черном море отдохнуло 330 детей. Этот заезд, так же, как и первый, длился 41 день. В Анапе юные норильчане отдыхали 14-й год подряд. В этом году, в отличие от смены на предыдущих, мы размещались совершенно в новом корпусе «Аврора». На базе этого корпуса у нас были объединены дети со всех площадок предприятий группы. Это польская металлургическая компания, Манчегорск, Чита, Быстринская, Красноярск, Саратов, Москва, Мурманс. То есть, где есть предприятия группы «Норникеля». В этом году завершилась последняя смена детского оздоровительного лагеря, в котором за лето отдохнуло более 660 ребят. На детский отдых сотрудников из Норильской дудинки в этом году «Норникель» выделил 220 миллионов рублей. Анастасия Орлова, Александр Вори. Итоги недели. Южное лето закончилось не только у маленьких норильчан, вернувшихся на север. Это последняя неделя уходящего лета, богатого на события и эмоции. На протяжении трех месяцев на улице города и за его пределами проходили всевозможные мероприятия и активности для жителей и гостей Заполярья. Мы решили вспомнить, каким было лето и какие теплые события этого сезона запомнились норильчанам. Это было 71-е лето Норильска с момента основания города. Многие привыкли делить год на две ключевые вехи. Первое – это Новый год, а второе – это всегда конец лета. Ведь лето, как поется в песне, это маленькая жизнь. На дне города была, на благотворительном пробеге была. Вроде все. В начале лета удавалось совмещать работу с отдыхом. Гуляли на Ленинском проспекте. В середине лета уехали в отпуск. Ну а август порадовал своим солнышком. Было хорошее лето. Прошлое лето было. Выше 16 не поднималось. Ну, дня два, наверное. А это лето хорошее. Норильское лето 2024 запомнилось многим. Для жителей и гостей города проходили всевозможные мероприятия и активности. Каждый смог найти себе развлечение по душе. Погода была разная, но настроение всегда хорошее. Например, слет туриста в Харайлах, который прошел в первые выходные июля. Здесь страшные дожди и июль. Мы зеленый крокодил! Тогда было очень холодно и лил сильный дождь. Все участники соревнований промокли до нитки, хоть и были одеты в теплую одежду и дождевики. Это тот случай, когда погода не помеха. Мероприятие собрало сотни людей. По щиколотку в воде прошел и благотворительный забег «Норильск. Беги со мной». Несмотря на пасмурную погоду, в нем приняли участие около тысячи человек. Акция прочно вошла в жизнь норильчан. Все бежали по Ленинскому проспекту за общее дело, чтобы помочь больным детям. А вот масштабный фестиваль «Норильск» зовет не только порадовал хорошей погодой, но и подарил норильчанам незабываемые впечатления о северном лете. Участники фестиваля ели окрошку, катались на сапах, принимали участие в конкурсах гастрономии и просто отдыхали от городской суеты. Анастасия Орлова. Итоги недели. Закончились и летние школьные каникулы. Уже в понедельник 36 школ Норильска вновь откроют свои двери для учеников. В этом году образовательный процесс заметно изменится, чего стоит один запрет на использование телефонов. Какие еще нововведения появятся в школах в новом учебном году, расскажем далее. В этом году с 1 сентября вносятся значительные коррективы в образовательный процесс, в который также включены отношения между учителем и учащимся. Не секрет, что в последние годы педагоги нередко жаловались на ущемление прав, а школьники, напротив, перегибали палку в вольности своего поведения. Начиная с этого учебного года, учителя смогут защищаться. В случае неуважительного отношения писать докладные записки, на основании которых к ученикам-грубиянам школа будет применять дисциплинарные взыскания. На самом деле такой статус стал более точным и регламентирован уже с точки зрения закона. Однако для учащихся, я думаю, это не будет чем-то новым, поскольку в грамотно организованной педагогической системе учитель так понимает, как и ученик, что любые нарушения психологического или физического комфорта любого из участников образовательного процесса недопустимы. Достал смартфон, не понял тему. Для эффективного усвоения материала школьникам с 1 сентября вступает в силу закон о запрете на использование мобильных телефонов и смарт-часов с сим-картой во время занятий. До начала урока учитель будет собирать телефоны, чтобы не было соблазна отвлечься. А уже на перемене ребенок вновь сможет воспользоваться им, например, чтобы связаться с родителями. Отмечается, что использовать телефон во время урока возможно в экстренных случаях, когда есть угроза здоровью или жизни учащихся или учителя. Я считаю, что это довольно глобальная проблема, так как в наши будни дети очень много стали проводить время в смартфонах, а также в умных часах, что, конечно же, сказывается на образовательном процессе, так как дети теряют концентрацию внимания непосредственно на обучении. Изменения коснутся и школьной программы. Программу литературы осовременили и внесли произведения жанра фэнтези. По предмету география в связи с геополитической обстановкой вынесены изменения в учебники и контурные карты. Традиционный ОБЖ теперь называется «Основы безопасности и защита Родины». В рамках занятий разговора о важном будут проводиться уроки семьеведения. Предмет технологии снова будет называться труд, как в советское время, когда учащиеся действительно учились трудиться руками. Теперь на уроках будут не только готовить или столярничать, но и моделировать. Это введение новых технологий. Это 3D-моделирование, это изготовление непосредственно моделей объемных при помощи уже непосредственно 3D-принтера и компьютера. То есть, на мой взгляд, очень интересно, прогрессивно, потому что интересно учащимся самим создать какую-то модель, и ее не просто нарисовать, а напечатать детали и потом собрать своими руками. Кроме нововведений, касающихся образовательного процесса, к новому учебному году обновили и сами школы. Особое внимание уделили обеспечению безопасности. Все образовательные учреждения Норильска проверены на антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность и в полной мере готовы ко встрече с учениками. В Норильске завершились гастроли Сибирского юношеского оркестра – платформы для молодых музыкантов при Красноярской краевой филармонии. Музыканты из столицы региона впервые побывали в Норильске, поделились с норильчанами секретами мастерства и дали концерты в уникальных местах. Сценой для артистов послужили не только главные концертные площадки города, но и предгорье плато Путорана. Как целому оркестру удалось выступить в природных, диких условиях, расскажем в сюжете далее. Раз, два, три. Скалы, тундра и звуки живой – не природы, а классической музыки. Выступление симфонического оркестра на Красных Камнях – это как минимум необычно, как максимум смело. 60 лучших молодых музыкантов из разных уголков Сибири со всем оборудованием и инструментами добрались до точки рядом с водопадом, куда доходит не каждый турист. Те, кто видел эту местность воочию, знают – она прекрасна сама по себе. А под Либертанго Астера Пьяцолы смотрится просто эпично. Живой концерт в предгорье плато Путорана удалось устроить в рамках беспрецедентного образовательного проекта «Сибирская оркестровая академия», созданного при поддержке градообразующего предприятия и также президентского фонда культурных инициатив. Опыт выступления в природных, чуть ли не диких условиях, не забываем – делятся музыканты. Это первый концерт симфонического оркестра в России за полярным кругом, возможно, даже и в мире. Удивительная локация «Красных камней» предгорье плата Путорана создает особую атмосферу, выводя академическую музыку за привычные стены концертного зала. Мне кажется, это прямая возможность вовлекать в мир удивительной классики самые широкие круги нашей зрительской аудитории, увлекать молодежь и подчеркивать важность ее в развитии культуры нашей страны. Вторым местом для концерта артистов стала сцена Норильского заполярного театра драмы. Да, площадка более адаптированная под выступления разного формата, но подстроиться под главную драматическую сцену заполярья артистам сибирского юношеского оркестра все же пришлось. Прекрасный легендарный зал. Я первый раз здесь нахожусь. Мне зал на репетицию очень понравился, но, конечно же, пришлось сделать некоторые коррективы по звучанию, по звуковедению. Это происходит вообще в каждом зале, потому что, когда приезжаешь на любую площадку, ты делаешь корректировки. Со сцены прозвучали знаковые классические произведения. Вальс «Фантазия» Михаила Глинки, русский вальс Дмитрия Шостаковича, «Сюита метель» Георгия Свиридова. В рамках 11-дневных гастролей в Норильске у сибирского юношеского оркестра была насыщенная программа. Три полноценных концерта, мастер-классы для местных музыкантов и педагогов, ознакомительные экскурсии. Словом, копилка творческого коллектива пополнилась не только новым и уникальным профессиональным опытом, но и яркими эмоциями и знакомствами. Я считаю, что все удалось. Все работали на максимально высоком уровне. И ребята с педагогами, и готовились на репетициях. И я считаю, что с огромным успехом прошел наш уже второй концерт. Спасибо всем, спасибо организаторам, спасибо партнерам. Следующие гастроли сибирского юношеского оркестра состоятся зимой 2025 года. Правда, приедут музыканты уже не в Норильск. Тем, кто не попал на их живые выступления, остается надеяться, что симфоническая музыка такого уровня однажды снова зазвучит в Заполярье. А пока норильчане, проникнувшиеся академическим исполнением, будут хранить в памяти эти удивительные моменты живого оркестрового звучания. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Евгений Жирнов, Александр Вуори и Николай Букало. Итоги недели. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале, на платформе ВК-видео и на сайте Норильск.ТВ. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok